Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 24 октября. Светитель Афанасий I, патриарх Константинопольский. 1289, 1293, 1303, 1311 год. В миру Алексий был родом из Адрианополя. Еще в юности, преуспев в познании мудрости Христовой, он покинул дом и ушел в Чесолоники, где в одном из монастырей принял постик с именем Акакий. Оттуда он скоро удалился на Святую Гору Афон и вступил в братство Ессфигменской обители, где три года служил трапезарем. В трудах и подвигах он стяжал дар слез, а своими добродетелями снискал всеобщее расположение братья. Боясь похвал, смиренный Акакий ушел с Афона сначала к святыням Иерусалима, а затем на Патрийскую Гору, где долгое время подвязался в отшельничестве. Оттуда подвижник перешел на Авксентиево, а потом на Галантийскую Гору, в монастырь блаженного Лазаря, где принял великий ангельский образ с именем Афанасий, получил священный сан и стал эквесиархом. Здесь святой удостоился божественного откровения. От распятия он слышал глаз Господень, призывавший его к пастовскому служению. Спустя десять лет, желая еще более укрепить свой дух в безмолвии и молитве, святой Афанасий вновь поселился на Афонской горе. Однако из-за возникших там нестроений возвратился на Галантийскую Гору. Но и здесь ему недолго пришлось оставаться в уединении. Множество народа стекалось к нему за пастырскими наставлениями. Так на месте этого образовался женский монастырь. В то время кафедра Константинопольской церкви пустовала после потрясений и смут времен патриарха Иоанна Векка. По предложению благочестивого императора Андроника, палеолога, собор архиереев и клирика в 1289 году единодушно избрал святого Афанасия на кафедру Вселенской церкви. Патриарх Афанасий с усердием стал исполнять новое послушание и много сделал для укрепления церкви. Строгость его обличений вызвала недовольство влиятельного духовенца. И в 1293 году он был вынужден покинуть кафедру и удалился опять в свой монастырь, где подвязался в уединении. В 1303 году ему вновь был вручен жезл патриаршего служения, который он достойно нес еще 7 лет. В 1308 году святитель Афанасий поставил в митрополита Киевской всея Руси святителя Петра, предстоятеля Русской церкви. И вновь из-за начавшегося недовольства, не желая быть причиной церковной смуты, Святой Афанасий в 1311 году оставил управление церковью и ушел в свою обитель, всецело посвятив себя иноческим подвигам. К концу жизни святой вновь удостоился видеть Христа. Господь укорил его, что свой пастерский долг Афанасий исполнил не до конца. Обливаясь слезами, святой покаялся в своем малодушии и получил от Господа прощение и дар чудотворения. Представился святитель Афанасий в возрасте 100 лет. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.